Добрый вечер! В начале этого года на Гомельске створено около 400 новых предприятий. Прикладно каждое треть из них в творческой сфере. Все равно наиболее потребованы сельская и лесная господарки, а также опросовшая промысловость. Покажчики по створению новых працонных мест на 9 и новых предприятиях в планах областей заявились только в этом году. В относенных до Гомельской области это обовязковое працовоцкование 3600 человек. Когда мерковать по вынекам первого года, ничего нереального в этом задании нема. Но при его ваконании не усюды уличиваются изменения на рынке працы. У адрозни неотойшения недавних часов основная большаясь непрацующих сегодня мужчины больше 60%. Сирот наибольших запотребованных на рынку працы – работники сельской господарки, аховы здоровья и промысловости. Колькость вакансий на рабочей специальности снизилась на треть. Не запотребованными застаются так само бухгалтеры, экономисты и юристы. Между тем, за первые полгода в сфере эдукации на Гомельске створены только 4 организации. У медицине – 5, финансовой и страховой деятельности – 2. Как выник, после достаточно значного скорочения колькости официально зарегистрованных беспрацовных, рынок працы снова стабилизовался. Если в начале года мы имели зарегистрированных безработных в районе 8,5 тысяч человек, то начиная с апреля месяцев это количество начало уменьшаться. И за полугодие фактически у нас безработных уже зарегистрировано 7100. Точно так же изменяется только в другую сторону у нас пропорция с вакансиями. Если в начале года вакансий было около 3000 всего заявлялось нанимателями, то на сегодняшний день или за первое полугодие вакансий почти 8000. Почас посаджения Абрукангама, размова об шляхах створения новых працевных местов, по великим рахунку их не вельми шмат от притягнения инвестиций до открытия новых вытворчесов в малым и среднем бизнесе. И коли реализация инвестпроектов у невеликих районах связана с пыльными складанностями, то потребка приватных инициатив – задача больше реальная. А тому той факт, что маль у полови района Угомишины задание по створению новых вытворчесов не выполняется, напрямую связывается с недостатковой активностью местовой улады. Сегодня во всех районах створены специальные комиссии, показания допомоги приватному бизнесу, а не усюда и они прозуются эффективно. Туда приглашаются на уровне или председателя района, или заместителя председателя района, приглашаются все службы, налоговые службы, службы МЧС, санэпидемстанции, которые консультируют людей, которые оказывают им поддержку при организации нового производства, рассказывают, как правильно это делать. И тогда, когда есть такой контакт, взаимный интерес, тогда и люди более активно вкладывают свои деньги накопленные и открывают предприятия, на которых потом работают люди, которые проживают на этой территории. По выниках обмеркования, вырешено унести у региональные планы по створению новых вытворчесов и производствованию на их местовых жахаров необходимые коррективы. На эту работу в оконкам мы довели 10 дней. Олег Сентюров, Валерий Капанько, телерадокомпания «Гомель». Тым часом осветление работы органов мясцового самокерования с родками массовой информации стало темой выездного посяжения постоянной комиссии областного совета депутатов. Сустреча пройшла на базе Мазырского района. Под обязанностями володуют корреспонденты телеканала «Мазыр». Повышение якости информационного контента и умоцывание процесса взаимодействия СМИ, органов улады и мясцового самокерования. Такие задачи сегодня ставятся перед редакцией между журналистами региональных, электронных и друкованных выданий. Об роли газеты телебачения, усвящения социально-экономичного життя громадства и шла говорка подчас выездного посяжения постоянной комиссии областного совета депутатов. Средства массовой информации предоставляют 26 газет, из них 24 государственные, 6 телекомпаний, 5 радиостанций вещают в FM-диапазоне. В этом плане Мазыр является лидером, потому что по каждому из этих направлений есть что показать и есть что предложить нашему населению. То есть есть районная газета, есть телеканал свой, есть радиостанция, которая вещает в FM-диапазоне. У святая святых телевизийную студию гостей запросил телеканал Мазыр. Знаемство с коллективом протягнула импровизованная сдымка передачи «Деалог у промым эфиры», где старшиня мандатной комиссии органично ужився у роли гостя программы. Это ваше первое впечатление. Давайте начнем с этого. Пребывание в вашем городе нас впечатлило от внешнего облика города Мазыря, ну и от вашей телекомпании. У 16-й школе удельники выездного посаджения познайомились с подрастающим поколением журналистов. Тут школьники активно працуют над створением уласного молодежного телеканала. Депутатов чекали и у редакции газеты «Життё по лесе». Профессийный коллектив районки зауседы знаходятся на передовых позициях. Утымлику в пытаниях осветления работы органов местного самокирования. Алия, кажуть, не маме жидосконалости. Работа региональных средств массовой информации по освещению деятельности органов местного самоуправления. Надо сказать, что в Гомельской области накоплен немалый опыт в этом направлении. Но, тем не менее, предела совершенства нет. Еще есть определенный резерв. Очень важно, чтобы наши люди знали, как работают органы местного самоуправления, что находится в центре их внимания. И я думаю, что сегодня как раз будут найдены новые подходы в этом направлении. Выники сустречи и еудельники подвяли на пленарном посяжении. Пресса сегодня играя ключевую роль у формировании громадской думки, подкреслили члены постоянной комиссии. Оперативность, сумленность, объективность и докладность – то, и над чем грунтуется работа региональных СМИ. Кожный журналист должен память о своем мере отказности за любое слово. Катерина Юрченко, Илона Шавловская, Вячеслав Приписнов, телеканал «Мазыр». Специально для телерадиокампании «Гомель». У Гомельской области для регулирования дорожного руху будут выкорыстовывать перасовные светлофоры. У самый ближайший час два такие объекты пополняют техничный арсенал областного управления Державтоинспекции. У першую чергу перасовные светлофоры плануют выкорыстовывать подчас массовых мероприемств на нерегулюемых пешеходных переходах. Это тышится участка у дорог, где значительно повеличивается рух пешеходов и транспорта. Такая мера дозволит знизить колькость аварийно-небеспечных ситуаций. У першыню выкорыстовывать новую технику плануют у Гомеля на день города. Перасовные светлофоры усталуют на самых оживленных подчас святого пешеходных переходах на улице Пролетарской для площади Ленина, а так само на самой площади. Дорогие, когда работа перасовных светлофоров на этих участках будет эффективной, не выключено, что там могут явиться и стационарные. Мы сначала посмотрим по передвижным на практике, потому что теория – это теория, теория – это хорошо, но когда на практике, чтобы не было у нас заторов транспортных по улице Пролетарской, так и со стороны улицы Советской на площадь и со стороны проспекта Ленина. Если будет эффективность работы этих светлофорных объектов и регулирование движения будет удаст эффект, то мы, конечно же, будем вносить предложение, чтобы на улице Пролетарской, где пешеходный переход, установить пешеходный регулируемый переход, кнопочный. Соправдная высокотехнологичная лаборатория по выросшиванию канопля выявлена у Светлогорским районе. ЖХ районного центра набыл дом у вёсцы и целиком перебсталевал будинок для выросшивания наркотичных рослин. С подробностями Витальдовгий. Под час отпрацовки оперативной информации супрацовники Светлогорска, РАУС и патрульно-постовой службы милиции обследовали один из домов в вёске Карани. Капитальная побудова находится во властности 26-годового жихара Светлогорска. Как высветлился, дом был набыт из конкретной метой организовать там лабораторию по выросшиванию марихуаны. На момент прибытия туда следственной оперативной группы было установлено, что две комнаты были специально оборудованы под плантацию и выращивание конопли. Этот дом был специально куплен, как я уже говорил раньше. За него по кадрастовой стоимости подозреваемый отдал порядка 10 тысяч долларов. И ещё порядка полутора тысяч долларов он отдал за то, чтобы привезти из России семена и оборудование специальное. Специальная система аэрации с поветро-отшашальными фильтрами, датчики температуры и вильготности, таймеры на светловое и орошальное обсталевание. Нешто подобное можно знайси, хиба что у лабораториях навыковых институтов. А тут наркоботаник, аматор с райцентра. Кажда, працаваў выключна для уласных потреб. Усяго у ягодуме знайшли 120 кустов конопляў. А крамя таго, у холодильнику, у банках с подшоколадной пасты заховалася звыж 30 граммов сушаные рослины. Экспертыза подтвердила. Гэта марихуана. Подозреваемый ранее нигде у нас не проходил по учетам. Уголовной или административной ответственности не привлекался. То есть нигде по милицейским нашим сводкам замечен не был. В настоящее время возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 328 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет. Петаль Дуги, Дмитрий Радзянко, Телерадио, компания «Гомель». Протягиваем выпуск. Сёдня Гомельская областная организация беларускага товарыства «Червонага крыжа» сумесна с городским центром социального обслуговування сямі и дятей провела доброчынное мероприемство перш разу першый класс. Для иных удзельников акции организаторы подрихтовали театрализованное представлення и приемные подарунки. Головная миссия «Червонага крыжа» – допамагать людям, які у гэты мають потребу. Шматліки доброчынные мероприемства с упрацовниками и волонтерами организации ладятся на протягу усягу года. На гэты раз керауніство областной организации беларускага товарыства «Червонага крыжа» сумесна с представниками Союза жаншин и Управлении Верховного комиссара ААН по справах бежанцев завитали до вымушанных переселенцев с Таджикистана. Гэты семи, які звернулись с хадайністом об отримании статусу бежанцев, каб полновартосно жить, працаваць и влучшиться у нашей краине. Почас доброчынные акции гостя уручили детям портфели с необходными канцелярскими приладами, а затем пропоновали им принять уделу цікавым представлений на тему школьного життя. Дарэч аналогичные приналежности пачас сумесных акций областной организации «Червонага крыжа» и Союза жаншин уже отримали больше як 700 дятей. На Чарзе яшчэ прикладна 300. Организаторы подкресливаюць, чужих дятей не бывает, амуяны мкнуться клопатиться об кожным, кому необходна их патрымка. Эти дети из Таджикистана к нам приехали для того, чтобы здесь у нас в Белоруссии жить и ходить в белорусские школы. И мы с радостью собрали им рюкзаки, привезли в городской центр семьи и детей, сделать им праздник, и чтобы они вместе с своими родителями порадовались, что они тоже не обделены вниманием со стороны наших граждан, со стороны Красного Креста, Союза женщин с Управлением по гражданству и миграции. Мы хотим, чтобы Новый год у них учебный удался и был очень хороший, приятный для их родителей, для их семей. Меньше за месяц остаётся до буйной культурной падеи, что разу два года у веростней проходит у Гомеля. Сё летоудельниками международного хореографичного фестиваля «Сорский карагод» станут свыше 30 коллективов с больше, как 20 краин света. Проставив свою творчость и некольких гомельских ансамблях, чем планует сдевить глядачу танцорки с колледжем остатства имя Соколовского, доведалась Наталья Игнатенко. Хореографичный ансамбль гомельского державного колледжем остатства имя Соколовского – коллектив молоды. В этом составе он працуюся год-два годы. Однако такого часу хопило, как девчины станцевались и научились отчувать одно-дно, как кажуть, спинным мозгом. Танцевальный коллектив працует в жанрах модерн-джаз и контемпори-джаз. На репетиции у цех творчих идей третья курсницы приходят амаль, что каждый день. Не так шмат часу застаётся до дебюта на международном фестивале «Сорский карагод». Хореограф и мастацкий керавник Татьяна Мядинова Медведева зауважая. Любый телесный контакт у танцы повинен супроводжаться поглядом. Навык фокусироваться и быть у момента – тое, что одрозневая аматора от профессионала. Есть такое выражение, знаете, цепляет. Иногда бывает, слушаешь музыку, и вот она зацепила. Зацепила, и прямо во время прослушивания рождаются какие-то образы сразу. Сразу может родиться прям картинка. Сразу может родиться, о чём ты хочешь поставить этот номер. Татьяна Мядведева, до речи, изъявляется уладальницей диплома за лепшую балетмейстерскую работу на престижном танцевальном конкурсе «Имя Рыбальчанки». Выделяться на фоне конкурентов – сумещать несумещальное. Вось то, что приводит до поспеху, упевненный педагог. Межтым хореографичная композиция под назвой «От третьей особой» повинна уразить членов журы. А поколь девчаты ходят на примерки концертных костюмов и шлифуют майстерство работы у группе. Работы вообще не может быть, если каждый будет сам за себя. И это всё равно должно быть какое-то взаимодействие, какая-то поддержка. Как бы мы ни отработали, всегда есть какие-то мелкие, какие-то неточности, замечания. Пусть зритель этого не заметит, но сам ты будешь знать, и преподаватель всегда заметит, что что-то было не так. Выучение сучасных тенденций у сусветной хореографии, поширение и эмоцование межкультурных творчих взносинов, взаимодействие национальных культур. Вот главный метафестивалю. Это осенью он пройдет в городе над Сожем в 8 раз. Наталья Игнатенко, Максим Славин, телерадио Компания Гомель. Это и другие новины вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресу www.civergomel.by. На этом выпуск завершен. У студии працава Александр Гамоля. Усягу вам доброго и до встречи в эфире.